Видите в Беллатор, очень рады, что вы присоединились к Лиге. Мы знаем, что это первый бой для вас, как вы вообще настроены, волнуетесь и в дальнейшем вы планируете с Лигой оставаться, то есть собираетесь дальше продолжать в Беллатор? Спасибо. Ну, конечно, буду, если, как говорится, если получится продвигаться дальше, стремиться к своей цели. Очень приятно, что я оказался в этой организации, спасибо всем, кто постарались, просто большой простой и вот наконец-то выдалась такая возможность, чтобы показать себя и я буду стараться проявить себя и дойти до своей цели. А можете немножко про последние три года рассказать, то есть у вас несколько вариантов провалились, не получились варианты, то есть на вас это как-то отразилось, на сколько вас это расстроило, может быть, или наоборот мотивировало? Ну, три года прошли, простой был большой, был в ожиданиях, тренировался и как бы так получилось, что первый год пандемии не подрался уже, второй год сам заболел, и третий год прошел в ожиданиях, виза тоже закончилась, и как бы да, он сейчас открыл визу и вот за три года вот сейчас шанс выдался, буду, как говорится, драться. Насколько вам сложно было тренироваться, себя в тонусе держать, когда вы знали, что один бой не получился, потом там пандемия прошла, то есть как бы вас это не мотивировало или наоборот вы как бы хотели следующий бой получить? Ну, как сказать, мне это дело нравится, как бы да, я получаю с этого удовольствия, из-за этого меня это и мотивировало, потому что это моя жизнь, я всю жизнь отдал этому спорту, из-за этого для меня как бы наоборот провалил, значит, на то волю Всевышнего, из-за этого я как-то к этому нормально отношусь, из-за этого для меня только удовольствие доставляет. Первый ваш оппонент, которого вам дали в Беллаторе, это человек, который пятым стоит в рейтинге, то есть вы в топ-пятерку уже заходите автоматически, как что-то вы знаете про своего оппонента, ну и соответственно, насколько вы считаете, вам серьезно к вам относятся, если вас уже дали одного из пяти лучших бойцов вам? Ну, если Беллатор мне дала такого хорошего бойца, топ-пятерку, который входит, я думаю, они как бы на меня тоже смотрят хорошо и дали мне шанс, и я постараюсь воспользоваться этим, еще что было, ну, боец хороший, я этого парня знаю, когда я дрался, мы в одном зале тренировались, хороший парень, хороший боец, без проигрыша, что можно сказать, хороший парень, хороший боец. А у вас уже возраст 39, как бы, ну, понятное дело, что вы несколько лет пропустили, может быть, как раз такие эти года еще и наверстаете, то есть отдохнули немножко. Какой у вас план, хотели бы вы стать чемпионом в Беллаторе, то есть хотите, доповедоваете? Ну, конечно, как любой хороший боец, я думаю, у любого стремления и желания дойти до пояса, и, конечно, дан шанс, и я буду идти к этой цели, а исход уже от Всевышнего посмотрим, а так цель, конечно, неплохо будет. У нас также главный бой, тоже тяжеловесы идут, как бы, и там, и вы заходите из другой лиги чемпионов, у вас была когда-нибудь такая идея в голове, что, может быть, если у них у кого-то не получится, что вы можете зайти как на замену на главный бой, как альтернативным бойцом? Ну, я об этом не задумывался, конечно, у меня не было такого в мыслях, как-то не возникало. А поскольку это ваш первый раз в Беллатории, вообще, то есть, другие бои на карте, может быть, вас какие-то заинтересовали, вы хотите конкретно кого-то увидеть, или, может быть, наоборот, кого-то оппонента в будущем, хотите для себя увидеть, что вообще вас в Беллатории очень заинтересовало, что вам нравится, в глаза сразу бросается, что вам понравилось и привлекает вас? Ну, глаза бросаются, такого нету, кого увидеть, да, там, какие-то, просто задача сделать свое дело, да, выиграть бой, да, одна из самых главных задач, а так дальше, пока самый основной, впереди ждет меня, свое дело сделаю, дальше видно будет, а сейчас на данный момент, как бы, нету такого, как бы, кто-то, что-то. Вы уже в ММА, как бы, ну, относительно недолго, с одной стороны, но с другой стороны, как бы, вы тоже уже не молодой боец, а у вас когда-либо было сожаление о том, что вы начали, не начали раньше профессионально заниматься, то есть, в более раннем возрасте? Нет, у меня не возникало такого, я думаю, в самом таком нормальном возрасте попал в ММА, да, простой есть три года, но я ни о чем не сожалею, как говорится, сегодня лучше знает, из-за этого ничего не могу сказать, вот года, не года говорят, тоже это все зависит от твоего внутреннего состояния, из-за этого я ни о чем не сожалею, что рано пошел или что-то, я думаю, все, как положено, идет в своем череду. А когда вы участвовали в Олимпийских играх в 2008 году, Федор как раз задебютировал на американском... Страхфорс. Ну, на американском каналах, и видели ли вы этот бой, если помните что-то про это, и как вы, как вы считаете вообще, то есть, могли бы тоже сюда раньше зайти? Ну, я когда боролся об этом, не думал, так промелькал в мыслях, ну, что я буду драться, там, такого не было, меня это как-то решил так резко. А так, да, за боем смотрел, всегда, ну, все мы как бы смотрели Федора бои, получали удовольствие, из-за этого хороший бой был, я помню, а так не было такого, чтобы я там как-то думал об ММА, там, что какие-то моменты не бывало. Ну, я так понимаю, вы тогда раньше еще, конечно, не ожидали, что вы можете на одном карте с ним оказаться, поскольку вы занимались борьбой, а теперь это уже как бы сейчас реальность, то есть вы на одном карте с достаточно серьезным известным человеком, то есть для вас это как бы значение имеет какое-то... Ну, мне приятно, что я оказался на таком турнире, турнире номерном, на таком, который будут драться такие бойцы, тем более Федор уже завершает как бы свою карьеру, и мне очень приятно, что я оказался на этом турнире. Ну, как говорится, положительные эмоции. Федор, когда был более молодым, многие его отмечали за скорость, то есть он всегда не был таким неподвижным, он всегда двигался хорошо, и многие, ну, некоторые фанаты вас тоже с ним сравнивают в том плане, что у вас есть скорость, несмотря на тяжелый вес. В этом плане вы как думаете, то есть есть какое-то сравнение, то что у вас скорость и у него скорость, как будто такое. Ну, я, честно говоря, об этом не задумывался, честно говоря. Ну, Федор, он как бы, да, весом поменьше, конечно, он должен быть скоростным, это не обсуждается. И сам человек даже тоже такой, да, как бы стремился, наверное, годами это все как бы тренировал и добился этого результата. А так, я не знаю со стороны, какой я скоростной или какой, как-то на это внимание не обращал, а Федор, он скоростной реально. А по поводу главного боя, у вас есть какое-то ожидание, предсказание, как вы думаете, кто победит? Никогда не любил предсказывать заранее, не могу ничего не сказать. Это тяжелый вес, может все что угодно случиться. Я думаю, даже когда Федор дрался с Бейдером, может, даже не ожидал такого, но это тяжи, никто не отменял, он ничего, ну, как говорится, выиграет сильнейший, кто лучше готовился, кто был лучше готов, мотивирован, психологический. А у вас уже есть успех в ПФЛ, вы заработали миллион, то есть многие к этому стремятся. А сейчас, заходя в Беллатор, вы готовы променять, ну, допустим, если вы миллион там заработаете или поменять на пояс Беллатора? Что для вас как бы важнее, если это можно сравнить? Ну, поменять уже как его поменяешь, она уже есть, и неплохо было бы в Беллаторе тоже завоевать, и было бы все очень шикарно. Ваш оппонент немножко выше вас, как-то это отражалось на вашу подготовку, то есть в том плане, что вы когда брали в расчет, может быть, занимались с ребятами, которые еще повыше вас? Ну да, спарринги делал, были ребята повыше, такого-то высокого не было, но были повыше меня, работал с ними. Ну, для меня это как бы, да, особо такое важность не играет, высокий, низкий. А так, ребятами делал тренировочный процесс, проходил высокими. Субтитры создавал DimaTorzok